Вот и пролетели новогодние каникулы 2023 года. Я очень надеюсь, друзья, что у вас всё было хорошо. А в сегодняшнем видео я вам покажу, как мы с Димой провели два дня Нового года. И вы знаете, что интересно? В последнее время меня судьба как будто к чему-то подталкивает. Прямо перед Новым годом я была в гостях у Ани, в доме, который мне очень понравился, я вам показывала. В одном из последних видео, как она красиво его украсила. Очень-очень уютный дом. И вот так случилось, что сразу после Нового года нас друзья пригласили в свой новый загородный дом, который меня просто потряс. Мне так понравилось. И с разрешения хозяйки я немного поснимала его. И обязательно сегодня вам покажу. Надеюсь, мне удастся передать ту атмосферу, в которой мы пребывали два счастливых дня. Но продолжу свою мысль. Дело в том, что с тех пор, как мы погостили у друзей, я всё время думаю, может быть, это знаки, знаки судьбы, что нам надо активнее действовать и идти к нашей мечте, к исполнению нашей мечты о загородном доме. Или сейчас совсем не время. Как вы думаете, друзья? Напишите, пожалуйста. Мне очень-очень важно ваше мнение, потому что сомнения меня просто не дают спокойно жить. А сейчас, друзья, я приглашаю вас заварить чай или кофе, сесть в удобное кресло и попробовать погрузиться в эту атмосферу загородной жизни. Вот здесь всё так, как я мечтала. Красивый дом, уютный. Здесь всё продумано до мелочей. Милые, просто очаровательные животные, которые тебя окутывают своей любовью. Но самое главное, что меня, друзья, потрясло до глубины души – это свет. Такое впечатление, что этот дом просто наполняется светом. Он соткан из света, тепла, уюта, потому что здесь огромное количество окон. Это вообще разрыв всех моих шаблонов, потому что я считала, что в средней полосе России так не делают. Когда мы купили свой 100-летний домик, там вообще были крошечные окна, которые не открывались. И нам сказали, что это важно для того, чтобы сохранялось тепло в холодные зимние дни. Но в эти дни, когда мы гостили, было очень холодно. Больше, чем минус 20 за окном. А ты сидишь в тепле, в красоте. И вот сад, снежный, холодный сад, он тебя окружает. И ты можешь им наслаждаться, при этом чувствуя себя очень комфортно, очень уютно. Друзья, ну, я не знаю, я не могу подобрать слова, чтобы передать вам вот эти чувства, которые меня просто переполняли. Это очень-очень классно! Ух, какой сегодня мороз! 20 градусов у нас холода. Ух, очень-очень морозно! Но при этом солнышко! Сейчас пойдем гулять по поселку. Надеюсь, камера выдержит этот мороз и поснимает для нас, чтобы запомнить этот чудесный день. Очень мне понравилось, что рядом с этим коттеджным поселком, вернее, у этого коттеджного поселка, есть свой парк. Представляете, не только деревья, но и вот такие статуи. То есть можно прогуливаться, разглядывать. Такие молодые люди не мерзнут. Хотя собачка, такое впечатление, что замерзает. Так что можно прогуляться. Снежок. 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 как же приятно проснуться утром за городом в такой уютной комнатке бежевых тонах все такое спокойное умиротворяющее но самое главное это конечно фантастический вид из окна а ноздри уже щекочет аромат свежесваренного кофе спешим на кухню чтобы выпить чашечку кофе и продегустировать сыры которые можно купить только у местного фермера вот это козий сыр фермерский свежие выдержанные и белперк ноли его кладешь на язык нагреваешь и обалденно вкусно очень халуми и моцарелла все фермерское коровье уже пробуй дегуста а а а а и и Субтитры создавал DimaTorzok